Пожалуйста, Владислав Владимирович. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, сегодня уже много говорили о неодевантном лечении рака молочной железы. Это неудивительно, если раньше предоперационное или неодевантное лечение в основном выполнялось при неоперабельных формах, то сейчас при условно-операбельных, иногда при операбельных формах. Основные задачи, они достаточно хорошо уже известны. Это, в первую очередь, уменьшение объема поражений, если речь идет о неоперабельной опухоли, увеличение частоты выполнения органосохраняющих операций, как при неоперабельных, так и условно-операбельных образованиях, ну и получение более точной информации о биологии рака, то есть в неодевантном режиме мы сразу же решаем вопрос, эффективно данное лечение или неэффективно. Ну и на современном этапе это ускорение оценки новых видов системной терапии, что так необходимо для наших больных, то есть они должны как можно раньше получать эффективное лечение. Вот это основные, наиболее интересные и крупные исследования, касающиеся оценки неодевантной химиотерапии. В том числе в данных исследованиях принимал участие и НИИ онкологии. было несколько исследований, которые указывают на действительно высокую эффективность данного лечения. Ну вот в частности, в одном из ранних исследований было показано, что проведение неодевантного лечения увеличивает число регрессов опухоли вплоть до пятой степени регресса. И благодаря такому лечению удается не только перевести просто в операбельное состояние, но и увеличить частоту выполнения органно-сохраняющих операций. Но для того, чтобы оценить эффективность такого лечения, мы должны использовать целый комплекс методов, которые позволяют нам в ближайшие сроки от начала химиотерапии определить, эффективное данное лечение или нет. Стандартом изданное является физикальное обследование, маммографическое исследование, ультрасонография, ну и, естественно, пред- и послеоперационное патоморфологическое исследование, которое уже окончательно подтверждает, был эффект лечения или его не было. Ну вот стандартное то, что используется и сейчас, и ранее использовалось, это маммографическое исследование, это УЗИ. В данном случае показан полный маммографический регресс после четырех курсов химиотерапии. Здесь показан частичный маммографический регресс. Точно так же используется стандартное и ультразвуковое исследование. Но в настоящее время, учитывая целый ряд факторов, мы используем и другие методы детекции эффективности химиотерапевтического или вообще системного лечения. И мы должны выбрать либо тот метод, либо комплекс методов, которые наиболее объективно покажут нам действительную его эффективность. Для того, чтобы выполнить наиболее максимальное качество визуализации, то есть подобрать наиболее качественный метод, мы должны оценить состояние больной, состояние молочной железы. Во-первых, на качество визуализации влияет возраст больных, влияет размер молочной железы, состояние жирового и железистого компонента, что в свою очередь также обусловлено в той или иной ступени возрастом локализацией опухоли. Естественно, важен и характер патологического очага. Это, во-первых, размер опухоли, обязательно статус региональных лимфатических узлов. Характер роста – это локальный и диффузный, потому что картинка изображения при различных методах будет совершенно разной при локальных и диффузных формах роста. Это наличие обширного внутривопротокового компонента, неинвазивных форм рака. Ну и, естественно, морфологический вариант опухоли. В результате последнее время дополнительно применяется магнитно-резонансная томография. По данному методу уже существует достаточно большое количество исследований. Последнее время все шире применяется сонная эластография. Это опция ультразвукового исследования. И как такое пилотное исследование пред- и послеоперационное определение клеточной плотности, Аксель Галимовна уже частично упомянула о данном методе в своей утренней конференции. Ну и мамосынтиграфия. Мы провели исследование, которое в основном касалось трех методов. Конечно, мы традиционно выполняли и мамографию, но свой акцент мы поставили на сонная эластография, магнитно-резонансная томография и пред- и послеоперационное исследование клеточной плотности. Вот такой дизайн исследования. Назначалась предоперационная химиотерапия. Все методы исследования, которые перечислены, они были инициирующими. И затем стандартно после второго или третьего, но в основном после второго курса, после четвертого-шестого, то есть практически перед операцией, выполнялась дополнительно МРТ, сонная эластография. И уже по завершению лечения, в послеоперационном периоде, классические гистологические и морфологические исследования с иммуногистохимией и анализ клеточной плотности. На предоперационном этапе все лучевые методы диагностики, их эффективность оценивалась по критериям РЕЦИСТ, которые хорошо известны, а патоморфологическое исследование эффективности лечения, то есть лекарственный патоморфологический, проводился по методу Миллера и Пайна. Итак, эластография – это опция ультразакового исследования, которая позволяет на основании анализа количественных и качественных параметров определить жесткость, то есть плотность данной опухоли по отношению к референтной ткани, в частности, к жировой ткани. И по степени снижения коэффициента жесткости и эластотипов мы говорили об эффективности или неэффективности лечения. Вот это качественный параметр, это определение эластотипа. Вот вы видите, что первый эластотип и второй эластотип в основном относятся к доброкачественным процессам или даже неопухолевым процессам. Четвертый и пятый эластотип относятся к злокачественным процессам. А вот третий, наиболее сложный для диагностики, он относится к процессам, подозрительным на злокачественный процесс, но в данном случае мы еще используем коэффициент жесткости и по данному коэффициенту можем определить, к какому типу образования относится выявленный узел. Вот этот коэффициент жесткости в ходе статистической обработки мы выявили, что пограничной чертой является коэффициент, равный 4. То есть те опухоли, которые по коэффициенту жесткости стоят выше 4, наиболее вероятно выявляются злокачественный процесс, менее 4, наиболее вероятно мы выявляем доброкачественный процесс. Естественно, сонная эластография также выполнялась в три раза, то есть перед началом химиотерапии, во время, в середине циклов и непосредственно перед оперативным вмешательством. Вот вы видите, что при первом исследовании в основном это были 5, 4, 3 эластотип, то есть опухоли, относящиеся к злокачественному процессу. И по мере проведения химиотерапии эластотипы смещались к 3, 2 эластотипу, то есть в большей степени относились к так называемому условно-доброкачественному процессу, то есть жесткость этих образований во время химиотерапии снижалась. И при корреляции, при соотношении степени лекарственного паноморфоза и эластотипа получены такие данные. Вот вы видите, что до начала лечения в основном, опять же, превалирует 5 эластотип, то есть злокачественный процесс. По мере лечения в основном мы увидим уже второй и третий эластотип. Причем, как показали наши исследования, наиболее быстро реагировали на химиотерапию, на другой вид системного лечения, те опухоли, которые относились изначально к менее жестким, допустим, к третьему эластотипу. Этих больных было приблизительно 60%. То есть уже по эластотипу до начала лечения можно предсказать, каков будет эффект. То есть если относится к третьему, ну, может быть, к четвертому эластотипу, то, скорее всего, это будет четвертая, пятая степень лекарственного паноморфоза. То, что касается количества параметров жесткости. Вот мы также произвели анализ соотношения параметров жесткости в ходе проведения лечения со степенью лекарственного паноморфоза. И было выявлено, что если опухоли были достаточно жесткие, вы увидите параметры более 4, допустим, до 14, до 16 единиц, то опухоли хуже реагировали на системное лечение, в отличие от опухоли, которые изначально были менее жесткими, чуть более 4 единиц. Кроме того, было отмечено, что показатели жесткости реагировали на химиотерапию значительно быстрее, чем изменение размеров. То есть размеры опухоли еще не менялись, но жесткость, плоскость скатин уже уменьшалась. По всей видимости, размер сохранялся из-за явлений фиброза, гиалиноза. То есть в основном были не опухолевые ткани, а какие-то стромальные ткани. Ну вот несколько примеров я приведу. Пациентка, которая получала неодевантное лечение по схеме ФАК, вы видите, что в основном визуализируем синий цвет, который относится к пятому эластотипу, показатели жесткости выше 4. Это первое инициирующее исследование. Затем второе исследование, вы видите, что снижение параметров жесткости менее 4 до 2. Явно присутствует эффект химиотерапевтического лечения. И, наконец, последнее исследование перед операцией, то есть полный лекарственный пневморфоз, который в дальнейшем подтвердился и при послеоперационном морфологическом исследовании. Вторая степень. Здесь уже результат несколько хуже. Вот видите, что сначала вроде бы идет снижение коэффициента жесткости, но затем перед операцией, наоборот, нарастание. И в данном случае мы в послеоперационном периоде выявили третью степень лекарственного пневморфоза по Миллеру-Пейну. Третий пример. Видите, достаточно высокий показатель жесткости, 51, с достаточно хорошим эффектом после второго курса лечения, но перед операцией явное нарастание степени жесткости. То есть в данном случае отмечается явное прогрессирование заболевания и отсутствие какого-либо эффекта в послеоперационном периоде. Следующий метод исследования. В принципе, вот это практически те же самые больные, те же самые примеры, так как мы используем целый комплекс и сонолазотографии, и МРТ, и клеточную плотность, те же самые больные. Но в данном случае вы видите достаточно хороший эффект магнитной резонансной томографии, то есть выявляем полный регресс по данным маммографии. Вот видите, опухоль уже практически отсутствует. Но помимо визуальной картинки при анализе магнитной резонансной томографии мы использовали и кривые интенсивности сигнала. Вот данная кривая с пика, она означает в большей степени злокачественный процесс, то есть хорошее кровоснабжение опухоли. И вторая пика, нарастающая, относится более к доброкачественному процессу. И вот видите, что в том случае, который я только что показывал, идет нарастание пика, то есть в данном случае имеется даже по этим линейным показателям полный регресс опухоли, который подтверждается при послеоперационном патоморфологическом исследовании. Здесь это та же самая больная, которую я показывал при сонной эластографии. Здесь уже нет такого эффекта. И при послеоперационном морфологическом исследовании отмечена лишь третья степень патоморфоза. Это опять же перед операцией, после второго цикла лечения, перед, вернее, химиотерапией, после второго цикла и перед операцией. В данном случае, тоже та же самая больная, которую я уже показывал, в данном случае явное нарастание размеров опухоли, прогрессирование даже по вот этим линейным показателям. Естественно, когда мы говорим об эффективности лечения, мы должны учитывать и положительные, и отрицательные стороны. И с тем, чтобы выбрать правильный метод диагностики эффективности неодиументного лечения. Учитывая то, что времени у меня осталось немного, это можно сфотографировать и посмотреть, поэтому я останавливаться на положительных, акцентных сторонах исследования не буду. Вот видите, это по данным АСКО за 2015 год. Здесь также исследовался комплекс методов. Вы видите, что по сути дела МРТ тут тоже стоит, наверное, на первом месте. Но единственное, что чувствительность высокая, а вот специфичность все-таки она практически эквивалентна маммографическому исследованию. Ну, еще необходимо учитывать, что на МРТ, как ни странно, влияют и другие параметры самой опухоли, в частности, к какому биологическому потепу она относится. Ну и последнее, уже завершающие слайды, это анализ клеточной плотности. Конечно, в первую очередь при морфологическом исследовании мы используем морфологическое исследование, используем иммуногистохимию для определения степени лекарственного патоморфоза. Но это метод, так скажем, операторозависимый, потому что различные морфологи могут по-разному интерпретировать картину. В данном случае, когда мы производим анализ клеточной плотности, здесь выполняется автоматический анализ, то есть сканирование блоков ткани, срезов, и уже компьютер подсчитывает количество клеток на единицу площади ткани. То есть, в данном случае практически от оператора анализ не зависит. Мы выполняли данные исследования до начала лечения и в послеоперационном периоде. В дальнейшем у нас планируется проведение и во время химиотерапии анализа. Так как исследование пилотное, то пока что мы ограничиваемся вот таким вот дизайном. Видите, здесь уже виден полный патоморфоз. И мы отмечали явное снижение клеточной плотности при проведении химиотерапии. Видите, в некоторых случаях она достигала более чем 400 тысяч и после химиотерапевтического лечения снижалась клеточная плотность в десятки раз, что в принципе говорило как раз таки об эффективности лечения. Причем при анализе корреляции между клеточной плотностью и степенью лечебного патоморфоза мы выявили достаточно высокий уровень корреляции, достигающий 84%. Можно сделать такие выводы, что при выборе метода предоперационной диагностики эффективности лечения мы конечно должны опираться на целый комплекс факторов, которые помогают нам выбрать определенный наиболее эффективный или комплекс эффективных методов. Кроме того, вот эта комбинация она позволяет максимально объективно предсказать степень лекарственного патоморфоза ну и полный клинический регресс к сожалению все-таки не всегда соответствует полному лекарственному патоморфозу то есть даже использование целого комплекса методов является в данном случае не является панацеей определения действительно лекарственного патоморфоза но к этому необходимо стремиться необходимо изучать эти методы необходимо еще дополнительные исследования которые действительно нам позволят уже на предоперационном этапе действительно приблизиться к определению лекарственного патоморфоза если не в 100% случаев но приблизительно к 100% Признаки частичного и полного регресса позволяют планировать нам дальнейшее лечение, но в частности это касается органа, сохраняющего лечение. Спасибо.